Я вот Елену Владимировну Винницкую хотел бы спросить ее точку зрения, прежде чем она приступает к своему докладу. А доклад посвящен мультидисциплинарному подходу к улучшению физического и психического здоровья пациентов с неалкогольной, жировой болезнью печени. Елена Владимировна, ваше мнение все-таки жировое или статозное, или стататическое? Ну, как ни странно, мне больше нравится стататическое. Стигматизирующее или нет, тут ведь это индивидуально, надо спросить людей, которые страдают этим заболеванием, и не всем это приятно бывает слышать. Поэтому, может быть, я бы согласилась с зарубежными коллегами, что статус – это менее известный термин в широкой популяции, он будет более легко восприниматься. Ну, так же, как элементарно вместо алкогольное. Ну да, да. Мы такой эфемизм широко используем, и нашим пациентам это, конечно, правду-то мы им говорим, но в диагнозе звучит так. Спасибо. Пожалуйста. Тема нашего доклада – мультидисциплинарный подход к улучшению физического и психического здоровья пациентов с неалкогольной жировой болезнью печени. Ну, Марина Викторовна уже очень подробно рассказала о том, какие изменения предстоят относительно классификации. Поэтому я на этих вопросах уже останавливаться не буду. История нашего отношения к неалкогольной жировой болезни печени. Но буду использовать ту терминологию, которой мы пользуемся на сегодняшний день. Следует сказать, что мы воспринимаем неалкогольную жировую болезнь печени сегодня как системное заболевание. Понимаю, что от ожирения пациент переходит к развитию метаболического синдрома, который включает целый ряд изменений от статоза печени к статогепатиту, фиброзу и циррозу. Эпикардиальное ожирение приводит к нарушению обмена в миокарде. Происходит развитие кардиоваскулярной болезни. В то же время происходит при неалкогольной жировой болезни печени активация микроглия, дисфункция эндотелия, ряд прокоагулянтных изменений. И все это способствует микро- и макрососудистым повреждениям, клиническим и субклиническим циррозу и бровоскулярным изменениям. Не меньшее значение имеют изменения, которые происходят в мышцах. При неалкогольной жировой болезни печени происходит отложение внутри миоцеллюлярно. Адипоциты могут инфильтрировать мышечные волокна, внутримышечный жир, межмышечный жир. Все эти эмпатофенотипы могут способствовать повреждению тканей и приводят к развитию цирроза печени, диабета, саркопения. Избыток калорий приводит к эктопическим отложениям и воспалению резистентности инсулина в скелетных мышцах. Таким образом развивается так называемая саркопения, которая имеет очень большое значение в оценке состояния наших больных. Потому что клинически жировая болезнь печени имеет мало симптоматики. Однако усталость – это одна из основных жалоб, которые могут предъявлять наши пациенты. Ее можно определить как существенное снижение прежних уровней – профессиональной, образовательной, социальной или личной активности. Слабость – несколько иной термин, однако они очень близки. Это комплекс мультисистемных физиологических нарушений и снижение физиологического резерва организма. Естественно, слабые люди имеют более короткую продолжительность жизни. Они чаще инвалидизируются, у них выше заболеваемость и смертность. Следует сказать, что имеется потенциальная взаимосвязь между неалкогольной жировой болезнью и слабостью. И может быть объяснена рядом причина. Это более старший возраст, развитие саркопении, прогрессирование неалкогольного стата гепатита и фиброза. Проводится целый ряд аналогий со старческой астенией. При неалкогольной жировой болезни может существовать несколько критериев, которые используются для оценки старческой астении. Потери веса, доказанное динамометрическое снижение силы кисти, выраженная слабость, повышенная утомляемость, снижение скорости при движении. И показано, что наличие трех и более критериев можно расценивать как старческая астения. А присутствие одного или двух из них – это старческая приостения. И всю эту симптоматику мы можем видеть у наших пациентов с неалкогольной жировой болезнью печени. Помимо этого, имеет место нарушение гипоталама надпочечниковой оси при неалкогольной жировой болезни печени, когда развиваются провоспалительные процессы, резистентность к инсулину. И это ключевые механизмы для развития порочных циклов, которые связывают метаболически ассоциированную жировую болезнь, например, сердечно-метаболические заболевания и метаболический синдром с психическим здоровьем. Целый ряд исследований посвящено изучению рисков развития беспокойства и депрессии при неалкогольной жировой болезни печени. На слайде я представила одно из очень крупных исследований, выключавшие 20 тысяч пациентов с НАЖП и контрольная такая же большая группа. И за 10-летний срок наблюдения у 21% с НАЖП и у 18 контрольной группы диагностирована депрессия, а также тревожные расстройства у 7,9% с НАЖП и 6,5% контрольной группы. Очень интересное исследование представлено на слайде, где обследовались пациенты с неалкогольной жировой болезнью печени, и здесь определялась мозговая активность с использованием ближней инфракрасной спектрометрии, которая позволяет определить оксигенизацию кислорода в сосудах мозга. Исследование показало, что концентрация оксигемоглобина и количество слов во время задания на беглость речи были меньше при неалкогольной жировой болезни по сравнению со здоровым контролем. То же можно сказать и в отношении когнитивных функций, которые снижаются у пациентов с неалкогольной жировой болезнью. В этом исследовании, которое я представляю на слайде, была исследована гипотеза о том, что НАЖП независимо связана с когнитивными нарушениями. Обследовано 4472 пациента с жировой болезнью печени, и в результате исследования было показано, что участники НАЖП показали более низкие общие показатели по тесту замены символа на цифру, повышенная активность ферментов коррелировала с более низкой производительностью по этому тесту, и повышение активности также коррелировало с показателями запоминания серийных цифр теста. Выводы авторы делают о том, что действительно неалкогольная жировая болезнь печени независимо связана с более низкой когнитивной функцией вне зависимости от сердечно-сосудистых заболеваний. Перед нами действительно встают задачи лечения метаболически ассоциированной жировой болезни печени, которая представляет собой огромную сложность. Это снижение массы тела, предотвращение и сдерживание прогрессии фиброза печени, борьба с саркопенией, снижение кардиоваскулярных и цереброваскулярных рисков. И здесь у нас в руках не так много инструментов, которые могли бы мы применить. Это диета, физическая активность, психотерапия и медикаментозное лечение. Ну, как уже говорила Марина Викторовна, диета и физическая активность – это краеугольный камень в лечении. И здесь очень важно, рекомендуется средиземноморская диета. Сейчас есть предложение разработать отечественные варианты диеты с учетом характера питания, генетических особенностей. Но известно, что даже без потери веса более здоровое питание может привести к улучшению течения неалкогольной жировой болезни печени. Следует избегать употребления сахара и особенно фруктозы и достаточного количества витаминов и клетчатки. То же самое касается и физических нагрузок, сокращение общего времени сидячего образа жизни. Любое увеличение физической активности полезно даже без потери веса. Проведено одно очень интересное исследование по оценке аэробных упражнений с отягощениями при неалкогольной жировой болезни печени в сравнении с аэробными упражнениями. Здесь результаты систематического обзора с использованием 23 исследований, которые включают ряд протоколов, 24 протокола аэробных упражнений и 7 протоколов упражнений с отягощениями. Они имеют различные характеристики, поскольку интенсивность и расход энергии обычно ниже с отягощениями, чем при аэробных упражнениях. Как аэробные, так и силовые упражнения снижают статус печени при одинаковой частоте продолжительности упражнений. Упражнения с отягощениями могут быть более целесообразными, чем аэробные для пациентов с плохой кардиореспираторной подготовкой и для тех, кто не может переносить аэробные упражнения. Снижение статуса с помощью аэробных тренировок наблюдалось без клинически значимой потери веса, что очень важно, что позволяет предположить, что одни физические упражнения могут независимо снижать статус печени. Относительно медикаментозной терапии, сейчас мы не располагаем препаратом, который мог бы нам помочь сдерживать развитие фиброза печени и способствовать его регрессу. Тем не менее, существуют препараты, которые могут быть направлены на улучшение психического и физического здоровья наших пациентов. В клинических рекомендациях, наряду с другими гепатопротекторами, предлагается применение, рекомендуется применение адометионина. Адометионин в этом аспекте представляет особый интерес, поскольку это природное вещество, которое синтезируется у нас в организме в количестве 8 грамм в сутки и обладает помимо гепатопротективного и антидепрессивный эффект. А мы с вами говорили о том, насколько часто и какое значение имеет психическое состояние тревоги и состояние психического здоровья у пациентов с неалкогольной жировой болезнью печени. Известно, что адометионин образуется из метионина и является донатором множества метильных групп, которые участвуют в восстановлении текучести и полярности клеточных мембран. Обладает помимо этого участием в обмене глютатиона и обладает антиоксидантным эффектом. На слайде представлены результаты обсервационного, проспективного, мультицентрового исследования у пациентов с внутрипеченочным холестазом и неалкогольной жировой болезнью печени. Мы видим, что здесь имеется на протяжении лечения через 6 недель снижение уровней ферментов, в том числе и щелочной фосфатазы, которая здесь была незначительно повышена, а также усталости по сравнению с группой плацебо. Пути введения достаточно эффективны, как внутривенно, так и перорально. Перорально следует, и мы часто применяем адометионин в виде гептера. И пероральный прием показано, что требует все-таки большей дозировки, учитывая эффект первопрохождения, более низкую биодоступность в этом случае, и дозировка должна быть достаточно высокой, 1600 мг в сутки. Патогенез усталости при заболеваниях печени объясняется, с одной стороны, воспалительными процессами, окислительный стресс, воспаление, патологические субстанции, ощущение усталости в печени, и, с другой стороны, снижение уровня адометионина, снижение активности реакции, которые участвуют в синтезе нейромедиатора, которые тоже дают усталость и депрессию. Таким образом, исполнение адометионина помогает купировать эти явления. Таким образом, адометионин способствует улучшению настроения, является источником метильных групп и дает хороший эффект при депрессивных состояниях. Здесь представлены результаты двойного плацебо-контролированного исследования, где демонстрирована динамика симптома утомляемости на фоне лечения плацебо на протяжении применения на протяжении 14 дней адометионина. Еще одно очень интересное исследование, где адометионин назначался дополнительно пациентам с депрессией, которые не отвечали на лечение ингибиторами обратного захвата серотонина. Две группы, в одной было бы плацебо дополнительно, в другой адометионин. И показано, что показатели ответа по шкале Гамильтона и ремиссии были выше у пациентов, которые получали дополнительно адометионин, чем плацебо. Таким образом, следует сказать, что обновление номенклатуры открывает большие перспективы возможности стратификации пациентов, проведения клинических исследований, подборы адекватной терапии для того или иного фенотипа заболевания. Метаболически ассоциированная жировая болезнь печени, которая проявляется в статогепатитах, кардиоцереброваскулярными осложнениями, саркопении, нарушением психического здоровья, слабостью и преждевременным устарением, может рассматриваться как мультисистемное заболевание, требующее всестороннего подхода. Изменения образа жизни, таких как потеря веса, физические упражнения, изменение рациона питания – это крылоугольный камень в лечении больных сна. Арсенал доступных в настоящее время методов лечения все еще ограничен. Доказано, что синтез аденозилметианина подавляется при хронических заболеваниях печени. И аденозилметианин, который мы применяем в нашем учреждении в виде гептера, обладает двойным эффектом взаимодействия на патологические процессы в печени и головном мозге и может рассматриваться как препарат выбора при метаболически ассоциированной жировой болезни печени. Положительные эффекты аденозилметианина имеют хорошую доказательную базу, задокументированные многочисленных исследованиях и в том числе у пациентов с метаболически ассоциированной жировой болезнью печени. Благодарю за внимание. Елена, спасибо большое за прекрасный доклад. Знаете, тут есть вопрос, который не вполне по теме вашей лекции, но тем не менее вы имеете большой опыт работы с урсой високсифолевой кислотой. И тут возникает вопрос, может ли длительный прием ДХК усиливать выпадение волос? Ни один пациент к данному доктору приходил с данным вопросом. Встречалось в вашей практике такое? В нашей практике таких жалобов пациентов нет. У нас есть пациенты, которые десятилетиями получают этот препарат. Может быть, это связано с основным заболеванием? Тут надо искать другую причину, потому что логически препарат не в литературе. Таких данных я и не встречала. Не было жалоб среди наших пациентов, которые длительно получают урсую кислоту. И логически не должно этого происходить. То есть здесь совершенно другая точка приложения. Тут надо поискать другие причины. Может быть, обобщить свой опыт, смотря сколько пациентов у данного доктора. Если это уже 10, то тут надо подумать. Один-два, но тут, может быть, случаи какие-то. Я такими данными не располагаю. Спасибо большое, Елена Владимировна. Спасибо.